теперь рассмотрим другую значит другой графический установки арч линукса антергос посмотрим как он работает ну вроде бы появляется что-то значит я был конечно делал бы старт лиф ну ладно нажмем на загрузку живой системы так она вас будет выглядеть на флешке да ну вот ну здесь значит момент первый такой значит надо установить сетевое соединение сетевое соединение значит обычно делается вот нажмем что у нас здесь так ну вот пишет что соединился скорость правда не фонтан но тем не менее ладно здесь значит соединено пойдем на установку вот установщик установить можно отсюда здесь было нажать установить выберем русский язык вот везде зеленые галочки если видите значит смело можете нажимать на вот эту кнопочку дальше значит но в местоположение федерация русская да допустим местоположение у вас может быть абсолютно как говорится вы можете жить любой стране выбираете допустим там где он нравится раскладка клавиатуры так вот при раскладке клавиатуры я вам рекомендую первое время значит чтобы избежать самых там различных неприятностей или американскую выбрать или английскую без разницы а почему объясню среду рабочей выбирается на монт потому что мне это рабочее окружение очень нравится многим нравится гном кде там мэйт опенбокс иксфейс хорошо работает на стареньком железе поэтому у кого железо старенькая старый старый там ноутбук и так далее рекомендую вот или опенбокс или иксфейс но иксфейс покрасочнее получше опенбокс ну совсем аскетичная и потребляет ресурсов минимальное минимальное количество ресурсов дальше значит ну что флэш плагины ну желательно LibreOffice отметите галочкой я сейчас пока не буду его отмечать потому что ну просто время будет занимать а так галочкой подмечаете все то что вам понравится вот и все можно даже включить вот ядро значит линукса значит с долгосрочной поддержкой дистрибутивы от разработчиков ядра вот тоже хорошая штука при установке на жесткий диск можете это дело включить я же показываю сказать для примера при установке на жесткий диск я всегда указываю куда именно я буду ставить но поскольку я ставлю на виртуальный диск я все оставляю вот таким образом вот еще раз можно просмотреть нажимаем дальше хотим установить и вот теперь если вы бы завели русскую раскладку клавиатуры то вы не смогли бы простецкое вот такое вот имечко написать а было бы все русскими буквами а русские буквы очень часто дают скажем так всякие ляпы ну имя пользователя выберем опять таки юзер пароль сделаем самым коротким входить автоматически и вперед из песни и пусть там и напишут что пароль слишком короткий пароль когда все это дело у себя настроите можете сделать хоть километр длины когда установите там все это дело настроите тут уже без разницы ну по крайней мере в отличии от Arch NW процесс установки скажем так идет ну нормально идет причем даже образ вот у него получается очень такой хороший гибкий растягивающиеся эластичные это я называю полностью создается все это как говорится то что было заявлено ну и сейчас значит просто немножко нужно подождать итак установка интергаз заканчивается ну что скажу ставится он не быстро но это еще может быть у меня медленная сеть в данный момент но тем не менее установка производится нормально проверим сеть проверим сеть подсверим но ну ладно и всегда очень легко проверить броузером ну как видите броузер работает нормально здесь все нормально здесь все ладно закроем это не вы на вы Продолжение следует...